Всем привет! Меня зовут Лилия и сегодня мы с вами разберем кисти с Алиэкспресс. Для себя я оставила самые лучшие, самые любимые кисти. И давайте начнем с набора, который занимает последнее место в моем рейтинге хороших кистей. Это набор из пяти кисточек, вот таких вот, как их называют, либо зубные щетки, еще как-то, как-то, как-то. Я люблю из этого набора вот эти три кисточки. Эти кисти для меня, наверное, не несут никакого особого функционала и можно, наверное, их просто списать или выкинуть и так далее. Моя любимая кисточка, это вот эта вот большая. Хочу обратить ваше внимание на то, как набитворс, очень плотный набитворс. С помощью этой кисточки можно моментально нанести тональное средство по всему лицу, просто пару движений и все готово. Но, наверное, не всегда удобно этой кисточкой прорабатывать область внутреннего, да, там, внутренний уголочек глаза, разносить консилер и так далее. Поэтому мне на помощь приходят вот такие две кисточки. Они также очень-очень хорошо набиты. Я знаю, что с помощью этих кисточек там кто-то наносит бронзер и так далее. Мне неудобно, мне непривычно. Надо к этому, наверное, просто приловчиться и привыкнуть. И две кисточки, которые я не понимаю, в принципе, зачем на них тратить деньги и так далее. Но с помощью вот этой кисточки я наносила помаду. И, кстати, девочке очень даже удобно похлопывающими движениями просто нанести. Действительно неплохая кисть, но без нее можно 100% обойтись, пальчиком нанести помаду и так далее. С помощью вот этой кисточки я вообще никогда ничего не делала. Но я видела, как девочки в Инстаграм с помощью нее наносят жирный вот этот контур и так далее. Потом растушевывают. Но я не люблю этим заморачиваться. Оставила их для себя. Может быть, мне когда-нибудь захочется с помощью этого набора, да, вот этих кисточек сделать, может быть, жирное контурирование. Посмотрим. Давайте теперь перейдем к следующим кисточкам в моем рейтинге лучших кистей с Алиэкспресс. Следующий набор, который мне очень сильно нравится. Это, наверное, один из первых наборов, который был самым удачным. Потому что до этого кисти были, ну, прямо ой-ой-ой. Только вот выкидывать, либо там, не знаю, чистить технику. Вот этот набор мега крутой. Здесь еще есть вот такая маленькая кисточка Кабуки. Она у меня в косметичке. Я ее, к сожалению, забыла. Но я вам все ссылки оставлю внизу в инфобоксе. Переходите, смотрите. Если мои ссылки сгорели, то я найду вам ссылку на продавцов, у которых больше всего заказов. О, хороший рейтинг. Так что переходите, заказывайте смело. Эти кисти мне очень нравятся. Здесь хочу заметить, что два набора. Один набор у меня вот с такой надписью Style. Другой без этой надписи. Я покупала два. Вот видите, этот без надписи. Я покупала их два. Мне они очень сильно нравятся. И я ими пользуюсь по сей день. Давайте разберем, какая кисть для чего. В наборе идет две вот такие кисточки коротенькие. Одна, как вы видите, скошенная. Нет, не скошенная. Одна ровно подстриженная. Другая вот таким больше полукруговым. Она у меня немножечко грязненькая. Простите. Отлично с помощью вот такой кисточки, которая кругленькая. Очень удобно наносить пудру. Кисти, обратите внимание, очень хорошо набиты. У них приятнейший ворс, который не забирает в себя косметику. Она, наоборот, отдает на лицо очень крутые кисти. Стоят очень бюджетно. И приходят они чаще всего в холщовом мешочке, что очень удобно для хранения кисточек. Но я вам в конце покажу несколько вариантов хранения, которые, я думаю, вам тоже понравятся. Эту кисть можно использовать для тонального средства. Я также ее использовала. И первое время, когда я не рисковала заказывать другие кисточки, я пользовалась исключительно ей и покупала. То есть данную кисть можно найти отдельно. Действительно очень хорошая. Она не так туго набита. И хочу сказать, что, опять-таки, эти кисти, вообще все кисти с Алиэкспресс, если вы купите два одинаковых набора, то они будут отличаться. Какие-то кисти более лучше набиты, более мягче, какие-то, может быть, покороче. Но вот эти вот наборы, у меня их два, оба крутые. Поэтому я могу смело советовать его. Эта кисть отличная для тонального крема. Можно также, я думаю, наносить с помощью нее и пудру. Следующая кисточка у меня была для контурирования с помощью сухих текстур, да, контур, румяшки и так далее. Очень мне нравится эта кисть. Также хорошо набита. Она пушистенькая, приятненькая, замечательная кисть для румяны, для румян, бронзера и так далее. Следующая кисть выглядит вот таким образом. Она также хорошо набита. Я ее использовала для растушевки, использовала, да, складочки века. Для хайлайтера также очень хорошо подойдет, потому что это такая вот пушистенькая, мягкая кисточка. Поэтому очень-очень мне нравится. Для глаз у нас есть три кисточки в наборе. Скошенная кисть, которой очень удобно наносить светлые оттенки, либо какой-то основной золотой. Я сейчас активно, я вам показывала тени белорусские про релуи. И вот прям с удовольствием наношу этой кисточкой золотые тени и смотрится потрясающе. Кисть, обратите свое внимание, довольно-таки пушистая, поэтому супер-супер кисть. Я в восторге от нее. Кстати, этот набор можно найти вот в таком состоянии, да, то есть пять кисточек и отдельно большие кисточки можно найти. Но я же думаю, лучше взять один полный набор, а потом, если что, докупайте, если вы вдруг не покупали этот набор ранее. Следующая кисть, обалденная кисть для растушевки. Я ее безумно люблю, отлично эта кисть растушевает. Кстати, покажу вам, вот у меня два набора, и видите, как они отличаются. Эта кисть менее набитая и не такая пушистая, а эта кисть посильнее набита, но это никаким образом не влияет на качество растушевки теней. Мне нравится, как и одной, и второй работать. Потрясающие кисточки, вот прям, девочки, действительно, очень-очень сильно их люблю. Следующая кисть для консилера, либо для того, чтобы наносить, к примеру, тени влажным способом, тоже отлично наносится. Вот таким вот похлопывающим движением наносите, и прям отлично, классная кисточка. И последняя кисть из данного набора, это кисть бочонок. С помощью нее очень удобно прорисовывать вот четкую линию, либо, ну, потом растушевать, понятное дело, в складочки, либо для нижнего века, просто отлично. Я всегда, видите, она грязненькая, простите. Я с помощью этой кисти подвожу нижнее веко тенями. Она очень плотно набита. Вот действительно, эта кисть карандаш, которая, вот смотрите, видите, она особо не гнется. Я, причем, хорошо нажимаю, и отлично она отдает продукт. Потрясающий набор, так что, девочки, этот набор я также вам советую приобрести. Следующий набор, один из моих самых, при самых любимых. Пользуюсь им активно. У меня уже таких набора три. И, честно сказать, все эти три набора отличаются. Первый набор, который я заказала, был один из самых неудачных, просто ой-ой-ой. Второй и третий набор я заказываю у одного продавца. И, тем не менее, они отличались. Сейчас я вам покажу на некоторых кистях, как они отличались. Но хочу сказать, что набор просто заслуживает своего внимания. Он крутой. Один из, ну, действительно, самый, наверное, мой любимый, которому тянется рука. И, во-первых, он круто выглядит. Честно, мне уже хочется приобрести и оригинал. Знаю, оригинал одна домки стоит тысячу с чем-то. Но, если позволят финансы, то, возможно, я и приобрету. Давайте разберем. Итак, самая большая кисть, это кисть для пудры. Потрясающая кисть, которая, ну, вы видите, да, она не супер-бупер набита. Но, тем не менее, с помощью нее очень удобно нанести рассыпчатую пудру легкой вуалью по своему лицу. И будет просто супер. Мыла уже их немеряное количество раз. Мою я их сейчас с помощью, сейчас скажу, 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 шампуня для глубокой очистки волос. Просто добиваю. Ворс не портится. Хотя, понятно, что это очень агрессивное средство. Но, тем не менее, ворс не портится. И мне очень нравится. В дальнейшем посмотрим, чем буду еще мыть. Вторая кисть, которую я безумно люблю, но для нанесения масок, просто супер. Она вот, во-первых, треугольничком. Очень удобно в области носика и так далее. Вообще, она предназначена для нанесения тона, но мне неудобно. Данная кисть много забирает в себя продукта. Зачем я буду мучиться этим? Потому что есть кисти намного лучше для нанесения. Поэтому я этой кистью наношу маски с удовольствием. И мама очень довольна. Они вот прям мягкие, приятные. Но при этом они довольно-таки упругие. Я вот сейчас хорошо так нажимаю. Так что, девочки, присмотритесь. Я вначале подумала, что это вообще бесполезная кисть. Выкину ее. А потом попробовала нанести маску. И думаю, ничего себе, как круто. Следующая кисть у меня идет для светлых оттенков. Также с помощью этой кисти можно нанести и хайлайтер. Действительно, очень удобно. Классная кисть. И давайте сравним. У меня два набора. Смотрите. Это грязненькая. Видите, эта кисть чуть больше набита. Чуть больше тут ворса. Это же поменьше. И видно, что это попушистее. Это не такая пушистая. А так все в них одинаково. Кстати, по длине. Да, они идентичны. Единственное, здесь ворса побольше, здесь поменьше. Хотя продавец один и тот же. Следующая кисть. Моя самая любимая кисть. Ее называют бочонок. Для проработки складки века. И также для контурирования носика сухими текстурами. У меня тоже две кисточки. Обожаю их. Постоянно ими пользуюсь. Просто незаменимые кисти. Очень удобно растушевать с помощью них тени. Нанести в складку. Вообще супер кисть. Мне безумно нравится. Для нижнего века она немножечко большевата. Конечно, поэтому кистью-карандашом вот этим вот предыдущей поудобнее наносить. Но также можно легкую дымку нанести. Следующая кисть, которую вот вообще бесполезна из данного набора. Ну, хотя разве что можно, наверное, с помощью нее красить брови. Потому что она, смотрите, во-первых, она такая вот широкая. Если ее использовать, к примеру, для нанесения стрелок. Для нанесения теней на брови тоже мне не нравится. Она довольно-таки жесткая. И у меня осталось от самого первого набора. Видите, они отличаются по цвету. У меня был полностью набор вот такого цвета. Но это вообще трындец. Я не знаю, зачем я ее храню. Иногда с помощью них удобно. Мы, к примеру, накосячили что-то на глазах, да, там тушь намазали. И с помощью этой кисточки вот такими вот движениями, когда тушь уже подсохла, схватилась, очень удобно убрать остатки. А так, ну, кисть, на мой взгляд, бесполезна. У меня, видите, их три, кстати. Сейчас давайте сравним. Ну, вот это был самый ужасный набор. Эти более-менее похожи. Хотя вот здесь вот ворса побольше, да. Здесь поменьше. Девочки, совсем забыла вам показать. Вот из этого набора в наборе есть еще вот такая кисть. Она, видите, поменьше. И ей очень удобно наносить тоже контур. И очень удобно наносить с помощью нее скульптор, да. Очень она такая маленькая, аккуратненькая, для румян потрясающая. Я просто открыла другую косметичку и совсем забыла, что про нее я вам не рассказала. Также в этом наборе есть еще одна кисть. Она более такая хорошо набита. Видимо, я себе их не оставила, а раздала их подружкам и так далее. Она такая вот скошенная, но в наборе, увидите. Для меня она бесполезна. Она слишком сильно набита. И получается, она очень много продукта отдает. Вот, кстати, с помощью вот таких вот, как они называются, сеточка для кистейки, там, браш. Короче, посмотрите. Очень удобно вот так вот хранить кисти. Ворс не трепется. Я их храню в косметичке из моего следующего набора. И сейчас я вам о нем поподробнее расскажу. Следующий набор, который мне очень сильно нравится. Не знаю, найду ли я на него сейчас ссылку, но я вам 100% смогу найти на вот такую кисть. Потому что я ее заказывала с Алиэкспресс, а эту с другого сайта. Но оставлю с другого сайта вам ссылочку, ничего страшного. А там, если найду на Алиэкспресс, то и с Алиэкспресс. Кисти потрясающие. Это вот прям конкретный закос под кисти. Очень-очень хороший. Посмотрите. Этой кистью я всегда наношу бронзер и румяна. Ну, просто супер, девочки. Во-первых, она классно набита. Вот прям не придерешься. Видите, плотно все. Отлично наносит продукт. Хорошо его отдает. Кисть потрясающая. Реально, вот просто супер-пупер. Следующая кисточка у меня идет для хайлайтера. Она вот прям такой беличий хвостик. Очень мягенький, очень приятный, крутой. Вот просто обалденная кисть. Следующая кисть, я ею не пользуюсь. Но я думаю, что с помощью нее также удобно наносить, к примеру, хайлайтер. Давайте посмотрим, для чего она. Она у нас для фундейшн браш. Ну, наверное, тональный крем ей очень долго наносить. А вот в каких-то таких маленьких участках, типа носик, область внутреннего века, ну, вообще вокруг век, будет очень удобно. И маленькая кисточка для проработки тенями, чего-то там, будет тоже очень удобно. Хотя я ее и не пользуюсь. Вот это вот просто мои две кисточки. Самые любимые, незаменимые. Если бы у меня их не было, мне было бы очень-очень грустно, потому что реально очень крутые. Переходим к следующему набору. Вот и мой следующий набор. Это уже, как вы понимаете, закос а-ля Зоева, заева, как хотите, называйте. Я заказывала вот в такой косметичке. Косметичка очень удобная для хранения кистей моих остальных. Я теперь те кисточки, которые не пользуюсь, сюда складываю. Конечно же, их одеваю вот в такие вот сеточки специальные для кисточек. Оставлю вам ссылку, конечно же. И очень удобно они там хранятся. Но она безбожно воняла. Вот прям можно было задохнуться. И это была ужасно отвратительная вонь. Поэтому, видите, у меня там внутри лежит чайный пакетик, который впитывает в себя всю эту гадость и весь этот запах. А так косметичка классная. Что я хочу сказать по поводу этого набора. Набор мне также нравится. У него все кисти, можно сказать, функциональные. Простите за тряску. Все кисти функциональные. Можно всеми пользоваться. Все хорошо набиты. Давайте рассмотрим каждую. Потрясающая кисточка для нанесения пудры. Она очень пушистенькая. Она очень хорошо набита. Мне нравится, что эти кисти короткие. Если сравнить их с вот этими, посмотрите. То есть очень удобно их куда-то с собой будет взять. Много места не будут занимать. Я вот обожаю эти обе кисточки для того, чтобы нанести пудру. Сейчас те я помыла, уберу. Я вот так вот для разнообразия себе ставлю разные кисточки. Буду сейчас пользоваться этой. Очень мягкая, очень приятная, потрясающая кисточка для нанесения пудры. Следующей кистью я не пользуюсь. Это такая вот кисть-шпатель. Хотя надо попробовать с помощью нее нанести тональный крем. Видела у многих девчонок. Им нравится. Но вот знаете, вот так вот я думаю очень долго наносить тональный крем. Мне легче вот такой, к примеру, кисточкой нанести. И плавненько к ней перешли, собственно говоря. Кисть также хорошо, ну не прям супер набита, но нормально она набита. Она не забирает в себя много тонального крема. Очень приятно ею разносить. Я же люблю все-таки другой кисточкой. Дальше я вам покажу. Но тоже хорошая кисть, можно ею пользоваться. Следующая кисть, она вот видите, немножечко такая приплюснутая. С помощью нее я люблю наносить пудру под глаза. Удобно, похлопывающими движениями. Отлично. Может быть она не для этого предназначена, потому что у меня на ручках нигде не написано. Кстати, мне очень нравится оформление кисточек. Очень круто. Эта кисть незаменима для того, чтобы нанести контур, для того, чтобы нанести хайлайтер. И румяшки очень удобно ею наносить. Она мягкая, она приятная. Отлично наносится. Просто супер кисть. Я ею очень довольна. Кисточка для хайлайтера, к которой я долго привыкала. Но оказывается очень удобно ею наносить. Но, наверное, больше отдаю предпочтение вот таким пушистым кисточкам. Набираю, наношу отлично. Кстати, она идет вот в таком вот чехольчике, чтобы ворс никуда вот так вот не запал. Потому что она может вот так деформироваться. Это правда. Надо вот ее опять-таки помыть. Но я ее особо не пользуюсь. Люблю больше пушистую. Но тоже хороший способ нанесения. Дальше у нас идут кисточки для глаз. Эту кисть я использовала для растушевки теней. Либо для нанесения базового оттенка в складку века. Тоже очень удобно. Наносите светло-коричневый оттенок. Растушевываете его до косточки. И все отлично. Хорошая кисточка. Следующая кисть. Я ее люблю для нанесения уже основного цвета. То есть какого-то светлого, либо какого-то шиммерного. На подвижное веко. Очень удобно похлопывающими движениями. Отличная кисть. Набирает и отдает продукт. Мне нравится. Следующая кисть у нас идет для растушевки. Но она какая-то вот длинненькая. Видите? Но тем не менее, с помощью нее тоже очень удобно. Круговыми движениями растушевывается темный оттенок в складочке века. Поэтому тоже. Вообще все эти кисти мне нравятся. Честно скажу. Эта кисть у меня идет для проработки нижнего века. Либо внешнего уголочка. Если я хочу какой-то вот темный оттенок нанести, чтобы это было более явно видно. То хорошая кисть карандаш. Она довольно-таки упругая. Вы видите, да? Довольно-таки упругая. Тоже хорошо набита. Следующая кисть мне напоминает вот эту кисть. Но она уже не так хорошо набита, как эта. Вы можете обратить внимание. Я так понимаю, что вот эти они идут более натуральные. А эти уже синтетические. Может быть я ошибаюсь, девочки. Точно не знаю. Но обычно говорят, что такая разница. Натуральные светленькие. А эти у нас идут синтетические. Для меня нет никакой особой разницы. Натуральная эта кисть синтетическая. Обожаю синтетические кисти. И вперед шурую с помощью них работу. Для меня они работают одинаково. Одинаковый функционал у них. Эта кисть идет как растушевочная. Но она уже больше, видите, здесь приплюснута. Поэтому я не знаю, для чего она конкретно. Но тоже беру для растушевки. Девочки, вот это мега крутая кисть. Для того, чтобы нарисовать стрелки. Я знаю, что она предназначена в основном для проработки бровей. Но я когда первый раз взяла палетку Слик. Там есть черные тени. И начала с помощью этой кисточки рисовать стрелку. Я поняла, что я хочу выкинуть все свои остальные подводки. Свои все остальные гелевые и так далее. Потому что ну вот просто идеальные стрелочки. получаются. Если вы нарисуете с помощью нее четкую стрелочку. Потом возьмете, к примеру, вот такую кисточку. И растушуете стрелку. Это будет бомба. У вас будет такой томный, красивый взгляд. Обожаю так, что девочки. Вот эта кисть потрясающая. И еще одна кисточка. Также для проработки. Я ее использую нижнего века. Наверное, для того, чтобы прорисовать стрелочку. Она толстовата. А эта вот прям очень плотно набита. Видите, она у меня как раз таки в тенях. И смотрите, какая стрелочка получается. Видите, чуть-чуть продукта она мне отдает. Остатки. Очень удобно. С помощью нее прорисовать. Внешний уголочек вот так приложили. И просто провели. Все. Ваша стрелка готова. Ну и еще одна кисточка для проработки нижнего века. Тоже я ее так использую. Так что набор, девочки, классный. Он продается как вот в таком красивом розовом цвете. Я обожаю розовый цвет. Так в черном цвете. С косметичкой. Без косметички. Просто кисти для лица. Да. Вот так вот. Вот таким образом. Либо просто кисти для теней, да, для глаз. То есть вы можете для себя выбрать то, что вам нужно. Но я этим набором очень довольна. И возможно я его повторю со временем. Хотя, вы знаете, если мне какой-то набор очень нравится, я его покупаю повторно. Ну, вот как показывает практика, этому набору уже много лет. И ничего с ним не происходит. Поэтому смысл мне опять что-то покупать. Еще кисти, которые у меня такие одиночки. Я вам также покажу. Одна из кистей, которая для тонального крема. Они очень популярны. Часто их покупают. Так, давайте уберем лишнее с нашего фона. Они также популярны. Но я не могу сказать, что это лучшая кисточка для нанесения тональной основы. Может быть, просто я не люблю. Поэтому скорее нет. Она у меня лежит без дела. И видите, немножечко ворс торчит. Я ее подстригала. Но может быть, еще мне когда-нибудь допригодится. Еще две кисточки, которые я очень сильно люблю. Они у меня опять-таки хранятся в сеточке такой. Это такие беличьи хвостики. Это, конечно же, подделка. Но я очень люблю эти кисточки для нанесения пудры, для нанесения бронзера, для нанесения хайлайтера. Девочки, это просто что-то нереальное. Во-первых, кисточка хорошо выполнена. Она супер набита. И вот этот беличий хвостик, он нежнейший. С помощью этой кисти классно наносить метеориты от Guerlain. Ну, потрясающая кисть для того, чтобы наносить вот эти пудры. В общем, все для лица можно с помощью нее нанести. Ну, разве что, наверное, не нанести тон с помощью нее. Итак, следующая кисточка, моя любимейшая, для нанесения тональных основ. Просто два движения, грубо говоря, и ваше лицо готово. Это кисть Русалка. Моя кисть войдет в футляре. Они продаются и без. Отлично она набита. Очень плотная, очень хорошая. Действительно, несколько движений. Не очень удобно прорабатывать область внутреннего века. Да, ну, ничего страшного. Можно приноровиться, можно там пальчиком. Очень мне нравится. Я вам действительно ее советую, чтобы она у вас была в косметичке. Еще одни кисточки, без которых я не могу представить своего макияжа. Это вот такие кисточки. Они продаются набором по несколько штук. Вот у меня четыре осталось. Это мега крутые кисточки. Ать, заварку за собой потащила. Представляете? Чаек тут пила. Потрясающие кисточки для того, чтобы расчесывать бровки. К сожалению, те, которые идут в наборах, у меня постоянно вот эта вот часть откручивается. И я потом нервничаю. Я начинаю ее проклеивать клеем. У меня ничего не получается. Поэтому я заказываю для себя вот такие наборы. И вам очень-очень советую. Отличная щеточка для того, чтобы уложить бровки, прочесать, убрать излишки карандаша. Классно. Я тоже оставлю вам ссылку. И мне, собственно говоря, надо прикупить. Хотя их хватает надолго. Помыли вместе с остальными и опять в бой с помощью них. Еще одни кисти, которые я думала, что будут такие, но не обратилась свое внимание толком. И это кисть силиконовая. Девочки-визажисты или девочки, которые часто красятся с подружками одной и той же тушью. Я очень советую приобрести такой набор. Потому что сама кисточка одна из самых лучших, которая может быть в туши. Смотрите. Она силиконовая. Она не очень острая. Она классно разделяет реснички. Так как я уже купила этот набор, да, то, точнее, мне его прислали на обзор с китайского сайта, то я с помощью нее, допустим, прокрасила реснички. Дала им схватиться. И с внутренней части я вот таким образом прочесываю. И получается прям классный эффект разделения ресничек. Вот. Теперь давайте перейдем к хранению кистей. Потому что, ну, не у всех там столики, куда можно в стаканчик повтыкать и так далее. Самый первый мой вариант хранения кисточек, это был вот такой вот пенал, так назовем. Очень удобно, если у вас небольшое количество кистей. Здесь у нас, кстати, это что такое? Это что такое? Какой-то ужас. Ну-ка, брысь отсюда. Это вот такой набор. Видите, он грязненький, потому что ему уже 150 лет. Я его не мою. Ну, а как его мыть? В общем, сюда вы засовываете все кисти, которые вам необходимы. Довольно-таки хорошо сделан этот набор. Здесь вы закрываете, если вам нужно. Я никогда так не закрывала. И потом складываете таким образом. Перематываете этой веревочкой. Стоит он очень дешево. И все. И храните свои кисти. Здесь типа такой вот. И мбелемы. Красиво, аккуратненько они продаются в разных расцветках. Это если у вас немного кисточек. Но мой любимый вариант теперь хранения кисточек. Это вот такие стаканчики. Я обожаю их. В этих стаканчиках продаются наборы и с кисточками. Но насколько я знаю, я не пробовала. Но кисти там не очень хорошего качества. Но сами вот эти тубусы, чехлы, как хотите называть, они очень удобны. Во-первых, они классно сделаны. Продавцы, у которых я заказывала, присылают их просто моментально. В разных расцветках. И очень красиво. Это будет даже смотреться не только, если вы таким образом храните кисти. Но и у вас на столе. Аккуратненько, красиво. И у меня, так как, вот допустим, этот, да, тубус, который у меня бирюзовый, он подойдет исключительно для таких кисточек. То есть уже кисти побольше, вот такие, вы туда не засунете. Ну и, конечно же, их тоже же надо как-то хранить. Поэтому я заказала для себя еще один. Мне уже негде хранить кисточки. Я уже вся с ними обложилась. Я поэтому заказала для себя тубус побольше. Вы можете видеть, как он отличается по размеру. То есть вот, вот. И туда уже идеально помещаются такие кисточки. Отлично хранятся. Ворс бережется. Все там отлично. Хочу обратить ваше внимание на форму тубуса. То есть, если этот у нас, видите, он такой не круглый. Тут прям кружок-кружок. Давайте я сниму крышечку, а то у меня не помещается. Чтобы было понятно. То есть, это форма круга, а здесь более вытянутая форма овала, понятное дело. И там удобно хранятся кисти. Все эти тубусы отлично сделаны. Посмотрите, все швы идеально. Все красиво. То есть, можно спокойно хранить. Также эти тубусы представлены и с цветочками, и еще какие вы только хотите. Я же люблю вот такие вот лаконичные. Никаких цветочков, никаких узоров. Мне так нравится больше. И фиолетовый с бирюзовым смотрится довольно-таки неплохо. Ну что ж, мои хорошие. Это все кисти, которые есть в моем арсенале. Надеюсь, это видео будет для вас полезным. И, возможно, каких-то из этих кистей у вас нет. И вы сейчас приобретете все эти кисти бюджетные и доступные для каждой девочки. Так что дерзайте. Ссылки вас ждут внизу. Отличного вам настроения. Ну и, конечно же, классных макияжей. Всех люблю, всех целую. Пока-пока.